В Гродне с незаконно добыл 28 особей рыбы. Среди прочего улова были и редкие экземпляры. За 29 декабря в Гродно сбили двух пешеходов. Оба находятся в больнице. В Сморгоне хулиган подрался со снеговиком. Молодой человек был пьян. Об этом и не только смотрите прямо сейчас в эфире выпуск криминальных новостей на телеканале Гродно+. Меня зовут Анна Соловей. Здравствуйте. Гродницкая школьница украла золотые кольца для фотографии. 14-летняя девочка рассказала, что просто подобрала украшения на полу. Инцидент произошел 9 декабря. 13-летняя девочка сняла золотые украшения и положила их в пенал, чтобы те не мешали ей писать. Органайзер для канцелярии она спрятала в рюкзак, который по какой-то причине оставила на коридоре. После обеда школьница вернулась и заметила, что портфель находится уже в учебном классе, а украшения из пенала пропали. Потерпевшая сразу не стала сообщать о краже, однако через несколько дней на странице своей знакомой в социальной сети она увидела фото, на котором и красовалось украденное кольцо и еще одно. 14-летняя подозреваемая рассказала, что просто подобрала украшения на полу, но тем не менее ее действия квалифицированы как кража. Ответственность по данной статье наступает как раз с 14 лет. Два похищенных кольца стоимостью в 600 рублей были изъяты. Гродненко зашла в клуб вместе с телефоном и деньгами, а вышла уже без. В минувшие выходные 34-летняя жительница областного центра отправилась вместе с друзьями в один из клубов, расположенных в центре Гродно. Компания присела за столик и весь вечер молодые люди отдыхали. При этом свои личные вещи Гродненко не раз оставляла без присмотра. Лежащий на столе 50 евро и мобильный телефон заметил 43-летний мужчина без определенного места жительства. Как только девушка заметила пропажу, сообщила об этом в милицию. Подозреваемого оперативно задержали. Пропавшие вещи оказались при нем. Ранее гражданин уже был судим, теперь на него снова заведено уголовное дело по статье «Кража». Сотрудники инспекции по охране животного и растительного мира на затоке реки Неман задержали гражданина, который с использованием резиновой лодки осуществил незаконную добычу рыбы запрещенными орудиями рыболовства. Двумя ставными сетями длиной в 128 мм. Улов нарушителя составил 28 особей рыбы различных видов. Вред, причиненный окружающей среде, составил 116 базовых величин или 3364 рубля. Нарушитель возместил сумму в полном объеме. По результатам проведенной доследственной проверки Гродницким МОСК в отношении нарушителя возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 281 Уголовного кодекса Республики Беларусь. За данные нарушения предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 3 лет. 28 декабря в Гродницкой области произошло два пожара. Сообщение о первом происшествии поступило спасателям в районе 9 часов утра. Горел жилой дом в деревне Подгурье Новогрудского района. В результате повреждено перекрытие на площади 0,5 квадратных метров. Причина устанавливается. В 14.44 поступило сообщение о пожаре в жилом доме деревни Высюки Сморгонского района. В результате повреждено перекрытие на площади 0,3 квадратных метра. Причина пожара также устанавливается. Без пожаров в регионе не обошлось и 29 декабря. В 9.26 сотрудникам МЧС поступило сообщение о пожаре жилого дома в деревне Ашмянского района. В результате уничтожено кровля, повреждено перекрытие и имущество. Причина пожара устанавливается. В Сморгоне сотрудники ГАИ помогли водителю вытащить автомобиль из Кювета. 52-летний мужчина направлялся из Глубокого в Сморгонь на работу, когда его автомобиль Рено вынесло за пределы проезжей части на закруглении дороги. Самостоятельно выбраться из Кювета не удалось, поэтому он обратился за помощью. Прибывшие на место сотрудники госавтоинспекции оценили ситуацию и вызвали на место эвакуатор, при помощи которого машина была доставлена в Глубокое. 29 декабря в Гродно сбили двух человек. Первое ДТП произошло около 15 часов 30 минут на улице Южной в Гродно. 37-летняя водитель такси двигалась в направлении проспекта Янки-Купала и совершила наезд на пешехода. 72-летняя женщина переходила проезжую часть вне пешеходного перехода справа налево по ходу движения автомобиля. После ДТП ее госпитализировали. Вторая авария произошла в ночь с 29 на 30 декабря. В полночь 21-летний водитель Митсубиси при движении по улице Болдина совершил наезд на пешехода, который переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. После произошедшего 42-летнего местного жителя госпитализировали в местную больницу. Гродненские пограничники пресекли попытку перемещения почти 50 патронов. 25 декабря в пункт пропуска «Привалка» прибыл автовоз с двумя легковыми автомобилями. Во время проверки в салоне одной из машин было обнаружено 50 малокалиберных патронов. Легковой транспорт приобретен на аукционах в Европе и США и перемещался транзитом через белорусскую территорию. Водитель автовоза также не являлся гражданином Белоруссии, назначено проведение экспертизы, по результатам которой будет дана правовая оценка. 19-летний житель Волковыской перед отправкой в армию решил устроить себе проводы, позвал друзей, угостил несовершеннолетних алкоголем и заработал административку. На встречу не обошлось, конечно, без алкоголя. Среди гостей были и несовершеннолетние товарищи-призывника. Они снимали все происходящее и выкладывали в социальные сети. Оттуда, собственно, милиция и узнала об инциденте. В Сморгоне хулиган подрался со снеговиком. Случилось происшествие ранним утром. Нетрезвый житель Сморгоне 23 лет шел по площади мимо светодиодных декоративных фигур. В какой-то момент молодой человек неожиданно набросился на одну из них – снеговика. Инцидент заметила сторож на посту райисполкома. Она нажала кнопку тревожной сигнализации. Когда на место происшествия прибыли милиционеры, нарушитель попытался убежать, но его задержали. В настоящий момент по факту хулиганства возбуждено уголовное дело. И в завершении выпуска о мировых новостях. Два человека пострадали в результате взрыва газового баллона в многоквартирном жилом доме в Ялте. По предварительным данным, в результате ЧП пострадали женщины с ребенком. Еще порядка 20 человек были эвакуированы. Причины взрыва спасатели пока устанавливают. На этом у меня все. В студии для вас работала Анна Соловей. Берегите себя для тех, кому вы дороги. Редактор субтитров А.Семкин